Скоро будет внук. Сын живёт отдельно. Как правильно вести себя с невесткой, чтобы не влезть в их жизнь своими мудрыми советами? Всё-таки опыт с детьми и правда больше. Ну, откликайтесь тогда, когда вас попросят. Изредка, опять-таки, вы туда к невестке-то зачем? Внук и невестка – это вообще разные направления, да? Когда, допустим, ей нужно прийти помочь, так вы же внуком будете заниматься, а не ей. Ну вот слышите, как вы, или читаете, что вы пишете? Вам так хочется там поучаствовать? Не надо. Это самое, знаете, такое пагубное занятие – приходить и свой опыт на голову надевать. Потому что и сыну плохо будет, и невестке вашей будет не очень. Вы сказали и ушли, а они с этим будут разбираться, тем более если младенец на руках. Попросили прийти помочь? Помогите, погуляйте, я не знаю, что-нибудь там сделайте, о чём попросят. И иногда помощь нужна, может как-то я приду, а ты поспишь? Они разберутся. И если она у вас спросит, ну тогда, знаете, не потому что вы его мама, а потому что вы женщина, которая прожила, как и все тут в большинстве в нашей стране, непростую жизнь. Так вот перед тем, как женщина мудрая, имеющая уже внука, что-то хочет сказать, она должна первое, о чём вспомнить – да не навреди. Потому что свои ошибки мы очень долго, очень нудно исправляли. И самое ужасное – далеко не все. Одевать на молодых им и так, ну очень непросто. Мало того, что их никто не учил, мало того, что у них жизнь такая заводная, они как эти неваляшки туда-сюда, встал, ушёл, пришёл, отошёл, ушёл, не пойми чего. Мало того, что они не очень понимают, что происходит, и картинки перед глазами прям как калейдоскоп крутятся. Так это ещё и мы будем со своими нравоучениями. Спросили – ответили. Не спросили – ну как-то умейте терпеливо помогать и не перекладывать то, что хотелось бы переложить. Мы же говорим только тогда, когда не можем сдержаться, накипело, или вот я на это смотреть не могу. Не надо от отрицательного начинать разговор. Вот правда не надо, потому что вы просто будете распределять свои какие-то нерешённые задачки на эту молодую семью.